Всем приветик! Как у вас дела? Сейчас буду готовить обед, потому что скоро вернутся уже со школы все. У нас что-то похолодало. Погода совсем испортилась. Температура где-то 17-18 градусов. Представьте себе. В общем, в этом году мы практически лето и не увидели. Бывали дни жаркие, но одна неделя жарко, 3-4 недели холодно, дожди. Этим летом я совсем недовольна. В общем, я сейчас хочу сварить макарошки, сделать в сливочном соусе. Отдельно пожарю грибочки. Кто будет грибой, тот будет, кто не будет, тот не будет. Вот и все. У меня есть на это минут 40. Я надеюсь, я успею и пойду за Максом. Каролина сегодня опять сама приедет. В обед, скорее всего, она поедет на автобусе, а обратно я ее заберу, потому что мне нужно будет забирать Маргариту тоже. Так что вот такие вот планы. Макарошки уже готовы. И сейчас я отдельно пожарю грибочки в сливочном масле. Дети уже пришли. Я опять решила повесить кнопки. Место пустует. Думаю, надо повесить их обратно. Смотрите, влоги у нас не всегда выходят каждый день, как получится, но через день они выходят точно. Иногда бывает каждый день, но если один день нет влога, значит, на следующий день влог точно будет. Сейчас я уже, получается, влог вышел вчера, и влог снимаю сегодня. Это уже смотря... Если успеваю, то снимаю, если получается. Если нет, то тогда через день. Поэтому, если что, не теряйте. А что ты мороженое не захотела? Не хочешь мороженое? Нет. Как это так? Вы, наверное, уже заметили, что иногда YouTube все-таки отключает комментарии, но их можно включить. Я просто захожу в настройки и вручную включаю комментарии. Поэтому такое бывает. Я просто не замечаю. Я выкладываю в видео, комментарии открыты. Потом где-то, может быть, через час-через два, YouTube автоматически закрывает. Не знаю, почему. Но я потом замечаю, захожу в видео, чтобы прочитать комментарии, пролайкать и смотрю, они закрыты. Это не постоянно происходит. Не в каждом видео, но иногда такое случается. Поэтому... И что, здесь можно найти? Сиди еще вместе. Я за Максом поеду, и я тебя привезу. Мне нужно забрать Макса, отвезти Маргариту и забрать Каролину. И потом поехать еще за Маргаритой в пять часов. И еще один у меня вопрос к тем, у кого есть собаки. Скажите, пожалуйста, это у нас только такая собака? Она любит носки грязные. Только папины. Нет, она не только папины любит. Она таскает грязные носки. Вот вы мне скажите, у кого так же? Либо у нас вкус такой у собаки, либо все собаки такие. У нас папа оставляет. Он вечером переодевается, спать ложится, носочки на пол. И потом эти носки... Сегодня один носок оказался у Ксюши на кровати. Она приходит со школы, у нее на кровати носок лежит. Вот. Так что напишите мне в комментариях, у кого так же. Или это у нас такая собака? Вкус у нее очень странный. К волючим носкам. И причем не чистые, да? Чистые носки она не трогает. Ей нравится с запашком. Блин, уж сейчас Ксюшки буду сделать. А другого не было? Карамельки. А-а-а, спасибо. Мои любимые. Магну. Только мне нравится больше карамельная. Но это тоже вкусно. А ты немного сахара скипишь? А? Может, много? У меня нет. Все, два, три, сахара скипишь. Мне это не на глаз. На глаз? Ну-ка, покажи. На глаз. Это ты крылья делаешь? А? Да. Ставлю перед собой главный телефон с фильмом и пишет там, что-то печатает. На глазах, так можно? Да. Домашку-то сделала, ты вчера доделала? Нет. Почему? А сегодня проверяли? Да. И что? Правильно было? Я просто какую-то хрень написала, и все. Потом он увидел, что я сделала, и ничего не сказал. А, он просто смотрит, что что-то написано. Да. Ну так ты же должна сделать правильно, Маргарита. Ты так собираешься всегда учиться? А тестирование? С тестированием это не пройдет. Вот такие получились блинушки от Ксюшки. Они, конечно, такие большие, толстые. Панкейки еще. Не целые же. Почему? Ну-ка, покажи, как ты быстро их печатаешь. Ну, покажи. И что там получилось? Теперь нужно фотку отправить сюда. Фотик надо вставить, Мален. Ты же уже делала это? Нет, это теперь на английском. А, на английском, понял? Поехали мы в школу. Сейчас отвезу Ксюшу, заберу Макса. Отвезу Маргариту с подружкой, заберу Каролину. Ну что такое? Ты хотела сделать колесо? Пристегиваемся. А ты тоже? Поехали. Я, да, обязательно. Как дела в школе? Хорошо. Нормально. Мы сейчас в такую пробку попали. Просто там ремонтируют дороги. Это просто ужас. Опоздала. Маргарита немножко опоздала в школу. Я в школе в школе. Ага. Маргушина 5 минут опоздала. Ну ладно, ничего страшного. Скажет, что... Скажет, что там ремонт. Что теперь поделать? Всякое бывает. Все, пойдемте домой. Так, подожди, не открывай. О, пролазит. Выходим. Выходим, выходим. Сегодня все немножко опоздали. Макс задержался. Главное, пошла. Машина не закрыла. Ключи оставила в машине. Пойдем. У меня потому что в 5 часов за Маргаритой ехать. Как на автобусе доехала? Нормально? Я сама еще раз сама была. Одна ехала? Да. Ну хорошо. Боня там уже гавкает. Почему? В комментариях у меня спросили, почему я... Зачем? Зачем мне мебель? Зачем я буду покупать мебель, если мы собираемся переезжать? Мы не знаем. На самом деле мы не знаем, когда мы переедем. Это может быть через полгода. Это может быть и через год. А почему мне не... Не знаю. В общем, мы пока... Пока точно у нас даты нет. Поэтому даже если мы переедем, мы эту мебель можем взять с собой. Это не проблема. Просто хочется немножко уюта. Хочется вот это вот... Как-то пусто. Не знаю. Мы здесь год жили. Это мое. Чтобы глаз радовался. Считайте, я нахожусь, не знаю, 80-90% дома. Чтобы мне было приятно находиться в этой квартире. Вот эта пустота, она мне немножко просто надоела, видимо. Мне хочется ее заполнить. Вот так вот. А потом эту мебель просто заберем и все с собой. Даже если мы переедем. Я уже сейчас планировать ничего не могу, потому что, ну, просто планы меняются. Мы хотим одно, получается совсем другое. У Маргариты здесь окно открыто, жалюзи все подняла. К ней подружка заходит через окно. Вот так вот открывает. И подружка через окно заходит. Чтобы в дверь не звонить. Вот. Так что вот такие вот дела, ребята. А ты что здесь делаешь? Кто тебя сюда? Кто ее сюда посадил? А? Зачем? Урники есть? Давай урюку делать. Так, сейчас я вам покажу, что я выбрала из мебели, чтобы туда поставить. Сделать как бы перегородку. В общем, есть вариант вот такой. С полочками. Туда можно поставить книжки и цветочки. В общем, как-нибудь отдекорировать. Вот есть такой вот вариант. Сейчас я покажу несколько вариантов, которые я нашла. Сидит, мух ловит тут возле меня. Воня. Либо такой вот дырявый стеллаж. Либо вот такой. С полочками. Там, где кухня, у нас есть, ну, как бы барная стойка такая. И, в общем, очень часто, когда я нахожусь на кухне, и у меня гости, они со мной разговаривают, стоят возле этой барной стойки и просто стоят. В общем, им даже присесть некуда. И это очень неудобно. И поэтому я давным-давно уже, я давным-давно уже искала барные стульчики. Два стульчика. Мне кажется, два стульчика хватит, чтобы, если кто-то ко мне придет, я там буду пока готовить, что-то делать на кухне, присядут и будут сидеть и разговаривать со мной, а не стоять. Потому что стоять очень неудобно. Еще я выбрала несколько ваз. У меня нет ваз. Цветы, которые мне подарили на день рождения, я поставила их в графин. Потому что у меня нет ни одной вазы. Вот такая вот вазочка. Она стоит 1,95. Вот такая вот ваза. Это графин. Вот эта вот ваза тоже очень интересная. Посмотрите, как сюда можно цветочки. Вот. Какие-то композиции составлять. Вот. Ну, тут подушечки разные. Это я так отметила просто, чтобы не потерять. Эта вот штука тоже интересная. Корзинка такая. Для декора. Вот такой вот хочу взять стеллаж. Мне он очень понравился. Видите, он тоже такой вот простой, металлический. Дальше, что мне еще? Вот это вот мне очень понравилось. Вот эта штука. Здесь можно хранить обувь. И это как скамеечка идет. Еще я присматриваю для обуви. Складывайте обувь. У нас обуви очень много. Вот здесь вот три отделения. Здесь три ящика выдвигаются. И плюс еще сюда все складывается. Вот такой вот небольшой. Тут у них два стоят вместе. Лежит, смотрит на меня. Ты чего-то хочешь? М? Что ты хочешь? Боня, ты гуляла уже? Да? Лежит на меня пристально смотрит. Понравились вот такие корзинки. Вот. Три размера. Они сразу. Три штуки продаются вместе. Их можно тоже поставить под ключики. Для ключиков. Еще для чего-то. Забыла показать. У меня есть одна идея. Смотрите, это зеркала. Они продаются поштучно. Вот эти вот квадратики, они 30 на 30. Четыре штуки в наборе. У меня есть одна идея. Это вот такое вот зеркало, которое делается вручную. Покупаются отдельно зеркала. Покупается отдельно фанера. И покупаются рейки. И зеркала. Зеркала, они клеющиеся. Вот. И видите, тут очень... Тут специально вот такое вот я хочу. Вот. Такое зеркало я хочу сделать сама. Пока что моя идея. И в коридоре, чтобы стояло. Тут как раз вот три на шесть. Такое вот зеркало. У меня тут лежит морковка. И она уже начинает рянуть потихонечку. Я хочу сейчас ее всю почистить. Настругать на терке и заморозить. Иначе она у меня пропадет. Так. У меня есть специальные пакетики. Такие вот. Которые я буду складывать. И уберу в морозилку. Все, морковку я начистила. И теперь я буду стругать. Вот такая вот у меня есть терочка. Она очень старая. Она такая классная. Она так хорошо натирает. Миленько. Поэтому она у меня... Я ее не выкидываю. Она очень хорошая. Точно такая же. Но у нее не такая острая. Не так хорошо натирает. Все. Полная чашка получилась. И сейчас я буду... Сейчас я буду... Таким пакетиком. И все. И заморожать. Ксюша, может ты у нас... Ты же мастером по ремонту скейтбордов? Конечно. Мама, я хочу колеса поменять. Ей нравится разбирать. Что я хочу посмотреть, как это... Поменять колеса? Потому что там подшипники очень плохие. Так, я сейчас буду готовить пирог со сливой. У меня был один рецепт. Я его почему-то не могу найти. Я уже один раз готовила. Да, по-моему, я в каком-то влоге готовила. И сейчас я нашла еще один рецепт. Посмотрим, как получится. А там уже я вам скажу. Вкусный, невкусный. Но он очень простой. У меня слива. Она уже такая... Становится мягкая. Поэтому нужно ее... Она... Если вот ее кушать так, она невкусная. Какая-то странная. Вроде и сладкая. Вроде какая-то непонятная. И поэтому я решила, что в пирог ее лучше закинуть. 100 грамм сахара. 150 миллилитров сливок. 3 желтка. Именно желтка. И 100 грамм муки. И слива. Сливки обязательно должны быть жирными. 32 процента. У меня, по-моему, 35 даже. Так, сразу духовку разогреваем на 180 градусов. Так. Помыть, вытащить косточки и порезать пополам. О, косточка сама. Сама выпрыгивает косточка. Слива уже прям переспелая. Это плохо? Выпрыгнула. Нет, это нормально. Прям половинки нужно. Может, я помельче нарежу. Нужно взбить до белой пены обязательно. Выливаем туда же сливки. Все. И теперь мы это все перемешиваем не миксером, а обычной лопаткой. По рецепту нужно тесто сначала вылить, а потом уже сверху сливу. Но я хочу сделать торт-перевертыш. Я хочу сначала выложить сливу, и потом уже тесто сверху. Чтобы потом я вот так вот перевернула, и пирожок был красивый. Нужно на 45 минут. Все. И у меня еще осталось слива. Что теперь с ней сделать, не знаю. Еще осталось 13 минут. Он уже подрумянился. Ой, закутела. Так, мы поехали сейчас за продуктами съездим. Потом заедем в Икеа. Может быть, там что-нибудь купим. Мы уже сходили за продуктами. Купили себе перекус. Потому что папа не успел поужинать. С работы приехал. Сразу мороженое. И мороженое взяли. Такую вот карамель. И кокос. Новое такое. Новое мороженое. А он еще взял себе креветки. Уже готовые. С соусом. Ну, все. Не знает, вкусно или невкусно. Вернулись мы домой. Ни в какой магазин мы не попали. Оказывается, сегодня до 7 часов открыто. Хотя всегда в среду, в пятницу до 9. Сейчас поменяли только в пятницу до 9 часов открыто. Поэтому мы приехали, а там... Пирог. Будешь пирог готов? Пирог, кстати, готов. Мы сейчас будем пробовать. Вот такой вот получился пирог. Сейчас мы его попробуем. Ну, такой вот пирожок. Вкусно? Сейчас попробую. Такой получается кисло-сладкий. Боль. Можно приготовить. Рецепт оставлю в описании. Смотри. А каким цветом ты будешь? У тебя оранжевый есть? Да. Ну, красного нет. Угу. Вот это вот она сама раскрасила. Красивая? Так, не трясите, не трясите. Вот так вот получается. Тут слайм. А там Суша будет слайм рисовать, который будет капать. Давай иди зубы чисть. Сидит зубной чертой. Давай я дорисую. Подсохла. Она высохнет? Угу. Чё так долго? Да, долго как. Всё, иди. Фена вон там. Ну нет, до завтра посмотрим. Если до завтра не высохнет, то эту фену... Красиво покрашу тебе. Поставим сюда. Маргарита сейчас не в настроении. У неё сейчас вообще никакой реакции не будет. У неё плохое настроение. Угу. Рассказала тебе. Всё. Всё, пока, всё. Спокойной ночи. Поделик, будильник поставил? Да. Всё, пока. Спокойной ночи. Всё. 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 Всё.